Сегодня мы поговорим с вами о педагогической деятельности Иоганна Фридриха Гербарта, выдающегося немецкого педагога, которого называют философом среди педагогов и педагогом среди философов. Иоганн Фридрих Гербард родился 4 мая 1776 года и свой жизненный путь он завершил 14 августа 1841 года. Каковы особенности его биографии? Для Гербарта как личности был характерен персональный индивидуализм, перерастающий в эгоизм. Одновременно он обладал умением ценить прекрасное, обладал замечательными ораторскими способностями и аналитическим складом ума. При своей жизни он прославился как выдающийся ученый-философ. Вот это интересно. Философом, как мы знаем, был такой знаменитый педагог, как Жан-Жак Руссо. И вот Гербард также. Вообще очень интересно, что среди педагогов довольно великое процент людей, которые профессионально занимались философской наукой. Также и Иоганн Фридрих Гербард был замечательным лектором, очень популярным среди студентов в 19 веке. И он является как теоретиком, так и практиком педагогики. Это его очень роднит с Иоганном Генрихом Пистолотцем и также с Дестервэгом. То есть он и теоретик, и практик. Все, о чем Гербард писал в своих произведениях, он это в большинстве случаев опробовал в реальной работе. Его основными научными трудами является книга «Общая педагогика», выведенная из целей воспитания. Но у него есть также ряд других трудов, включая введение психологии. То есть уже понятно, что Гербард был не только философом, не только педагогом, но и психологом. То есть вот это такая была многогранная личность, и не случайно на первых лекциях мы с вами говорили о том, что один из принципов изучения истории педагогики – это многогранность. Потому что выдающиеся педагоги, да и вообще учителя хорошие, они всегда являются собой такие многогранные личности. Ну, конечно, вот интересно, что в основу педагогики Гербарта заложена этика, то есть наука о поведении, и психология, наука о душе. Причем и этика, и психология осмыслены им философски. И он, как и многие другие выдающиеся деятели педагогической науки, он считал, что обучение должно быть воспитывающим. То есть не должно быть этого вот разрыва или какого-то противостояния между обучением и воспитанием. Какова теория воспитания Гербарта? Гербард видел цель воспитания в подготовке человека в качестве лояльного и верноподданного гражданина той страны, в которой он проживает. И, по его мнению, воспитание состоит из трех взаимосвязанных этапов. То есть вот он, в общем-то, пытался структурировать процесс воспитания. Первый этап – это управление. Второй этап – это обучение. И третий этап – это нравственное воспитание. Если мы говорим об управлении воспитанием, то как раз Гербард одним из первых поставил вопрос об управлении воспитанием. То есть управление – это сложный процесс, предполагающий замерку конечных и промежуточных уровней воспитания. То есть по Гербарту воспитание, оно не может быть стихийным, каким-то спонтанным. Оно должно быть очень четким. И, к великому сожалению, Гербард считал, что управление воспитанием – это прежде всего подавление личности ученика и навязывание ему воли учителя. И дифференцированное наказание – это есть эффективное средство воздействия учителя на ученика. Ну, понятно, что вот такой подход к управлению является неверным. Хотя сама вот идея управления, она абсолютно верна. То есть ясно, что мы должны видеть цели, задачи воспитания. Мы должны замерять промежуточные результаты, конечные результаты. Но вот вопрос о том, что управление – это прежде всего подавление личности. Ну, он, конечно, Гербард в этом плане, конечно, был неправ. А почему? Потому что очень многие педагоги в теории и на практике, они приходили к выводу о том, что все-таки наиболее эффективным методом воспитания является личный пример. Личный пример преподавателя или, если это еще до себе, то родителей. Ну, предположим, если мы хотим воспитать пунктуальность у ребенка, то прежде всего мы сами, как воспитатели, должны быть пунктуальными. Я могу привести такой вот пример, совершенно банальный, из собственного опыта. Вот моя мама была человеком очень пунктуальным, очень точным. Вот. И я хотел походить на ее. Вот. То есть, вот это интересно, это психология ребенка такова. Вот. То есть, если мы будем ребенку вдалбливать, будь пунктуальным, никогда никуда не опастывай. Вот. Ну, это большой вопрос, добьемся ли мы того, чего мы желаем. Вот. Но если мы сами являем собой пример пунктуальности, то, в общем-то, успех будет, будет несомненно. Возможно, не сразу, но, тем не менее, вот результат, он через какое-то время, он не замедлит. То есть, очень важна сила личного примера. И также, если это речь идет о школе, то, вот, часто учителя седают на то, что ученики опаздывают на занятия. Вот. И вопрос, почему? А ответ очень элементарный. Потому что довольно часто учителя сами задерживаются на занятия. Кого-то вызвал директор, где-то там учитель никак не мог найти журнал учительский. Ну, и в результате он там на 2-3 минуты опоздал на занятии. И дети сидят в аудитории, в классе. Вот. И это тоже, в общем-то, расхолаживает личный состав, вот, воспитанников. И поэтому, конечно, учитель, вот, должен быть пунктуальным. Если он желает, чтобы ученики были пунктуальны. То есть, в воспитании важна, вот, сила личного примера. А вовсе, вот, не подавление личности. Потому что подавление личности, вот, приведет к совершенно противоположным результатам. И в Советском Союзе был такой замечательный грузинский педагог по фамилии Амуниашвили. Он сталкивался с тем, что ученики опаздывали на его уроки. И вот, когда ученик опаздывает на урок, например, на 15 минут, да? То есть, это, если урок идет 45 минут, ученик опаздывал на 15 минут, то это, конечно, серьезно, да? Вот, и обычно, какова реакция учителя? Учитель раздражается, да? Вот почему там Иванов или Петров опоздали на 15 минут, да? И реакция учителя какая? Он начинает ругать опоздавших, либо их не выгоняет в коридор, не допускает дорога, либо ставит двойку по поведению. Так, какова реакция ученика в этой ситуации, да, когда он опаздывает? Он, ученик, ну, ребенок там 10 или 12 лет, он судорожно думает, как вот объяснить учителю опоздание, да, как ему там что-то, может быть, солгать убедительно, вот, да? То есть, так вот ребенок думает. Или же ребенок готов, если учитель начнет его ругать, дать учителю отпор, да, с ним поругаться, результат какой? Неконструктивный. То есть, в общем-то, вряд ли учитель добьется дисциплины, да, вот, вряд ли он добьется, вот, значит, обязательности, да, пунктуальности, если вот он будет так себя вести. А вот Амуниашвили делал как? Очень интересно. Вот, когда ученик опаздывал на 15 минут, вот, входил в класс и только начинал оправдываться, он говорит, он ему говорил, дорогой, мы так рады, что ты пришел к нам сейчас в класс. Ты понимаешь, вот, я никак толком не могу нормальный обвести урок без тебя. Ну, вот, что-то у меня не идет, и ребята расстраиваются, вот, и у нас тут есть очень интересное сейчас задание, а без тебя класс не может выполнить просто их. То есть, нам тебе очень не хватает, пожалуйста, садись и занимайся. Вот, и понятно, что, вот, уже в следующий раз ученик не опасный. Вот, то есть, вот такое. Поэтому, конечно, вот, вот эта идея Герберта о том, что нужно управлять воспитанием через подавление личности, она неправильная. Вот, причем он разработал даже систему дифференциации наказаний, то есть средства воздействия на ученика. Причем он считал, что в воспитании важна полная временная занятость ученика и обеспечение, вот, его дисциплинированности через насилие и насаждение авторитета учителя. Вот, и здесь, возможно, при этом, он считал, возможно использование духовного фактора, христианского учения о смирении. Вот, ну, то есть, это уже, как говорится, ни в какие ворота это не лезет. Вот, и эта, вот, идея, значит, о том, что ученика надо подавлять и разрабатывать какую-то особую систему наказания, вот, а это, в общем-то, это деструктивно. Деструктивно. Причем, любопытно, что, вот, идеи Герберта, они были реализованы на практике. Вот, то есть, в некоторых странах, в некоторых странах, вот, вот, эту идею о том, что управление воспитанием должно осуществляться через насилие, оно было воспринято на ура просто. Вот, и самое любопытное, что, прежде всего, вот эту, эту идею о таком вот подавлении личности в процессе воспитания, ее заимствовали в России, вот, причем в духовных учебных заведениях, то есть, конкретно ищут о духовных училищах, в которых готовили служители такого начального уровня, начального уровня для православной церкви. И, например, вот, в духовных училищах, в духовных училищах в России, там, вот, была такая система любопытная. Например, духовное училище предполагало наличие общежития, где ученики проживали, потому что многие ученики духовных училищ, они пребывали в училища из, ну, других городов и сел, как правило. Училище обычно находилось в губернском, то есть областном центре. Вот. И, например, вот в общежитии для учеников, из учеников, периодически, да, каждого ученика назначали старшим по спальне, по спальне, да, то есть по тому месту, где не спят, и старших дежурных по вот этому спальному помещению. И задача вот этих старшего спального и старшего дежурного была ответственность за поведение учеников, вот, во время отдыха. Вот. Ну, казалось бы, вроде все красиво, но на самом деле вот эти дежурные, так называемые спальные, они должны были абсолютно легально доносить администрации духовного училища о поведении своих товарищей во время отдыха. Там, кто рано лег спать, кто постно, кто ночью, там, безобразничал в общежитии и так далее. На практике это приводило к конфликтным ситуациям, потому что, ну, отношения между детьми могут быть разными, да, и чтобы вот как-то свести счеты с своим недругом, его, скажем так, неприятель мог просто солгать и донести там инспектору училища о том, что вот Петя там ночью не спал, да, и хулиганил, да, но когда Петя становился таким же дежурным или спальным, он на Сашу, который прежде на него жаловался, тоже такую же жалобу подавал. То есть вот такой. И среди детей возникала такая нездоровая обстановка. То есть они жаловались друг на друга, постоянно были какие-то конфликты между ними. Вот. Вот к чему это ведет. Вот. Затем в духовных училищах в России, вот, были, назначались среди учеников так называемые цензоры, ответственные за поведение других учеников в классе. Вот. То есть они должны были обеспечивать дисциплину, чтобы, ну, то есть, чтобы другие ученики, например, слушали учителя. И для этого они могли даже применять физическую силу свою. И недобросовестные учтя, они этим манипулировали. Если они хотели расправиться с каким-то учеником, да, вот ученик не нравился, то просто цензору поручали побить вот этого самого ученика, который, например, мог не так посмотреть на учителя, как учитель бы этого хотел. Или ученик не успевал. И вот цензору он просто его бил. То есть вот такое. Это нездоровая обстановка возникала. Вот. Или были так называемые аудиторы среди учеников. То есть проверяющие готовность заданий перед уроками. Вот. И вот эти аудиторы тоже очень интересная работа. Это были, это аудиторы назначались учеников конкретного класса. И аудиторы, например, могли сообщить учителю, что вот Вася Иванов, он свое задание как-то делал, он его списал у товарища. А Вася Иванов сам это задание делал. Но аудитор в плохих отношениях с Васей находится. Вот. И результат какой? У Васи проблемы. Но когда Вася становится аудитором, он начинает пстить своего обидчику. И эта вот история, она бесконечная. Затем. Назначались в духовных училищах секундаторы, ответственные за порку. То есть в российских учебных заведениях, включая духовные, до 1864 года, вполне официально практиковалась порка. То есть физические наказания. Вот. Причем наказывали учеников в присутствии других учеников. И если вот учитель в классе, да, назначал наказание в виде порки, да, вот в духовном училище, например, вот какому-то из учеников, то пороть его должен был вот этот самый секундатор, вот, это мальчик же, да, из этого же класса. То есть вот такой вот. Но дело в том, что он был не вечно секундатором. Он мог потом выйти, иметь какую-то другую ответственность, да, а вот тот, который мы усекли, мог стать секундатором. И тогда он что? Он отыгрывался за свое унижение. Вот. И также в духовных училищах в России назначались так называемые фискалы. А вот это были такие тайные осведомители, которые не легально вот осведомляли учителей или инспектора, или директора училища о каких-то проблемах, каких-то нарушениях, а тайком. То есть это вот были такие вот секретные сотрудники-осведомители. И вот интересно, откуда это пошло в российских духовных училищах? А это привет от вот Иоганда Фридриха Гербарта из Германии. То есть вот это печально, что, вот, ну, во всяком случае, я знаю точно будущее просто русским человеком по национальности, я знаю, что вот, к сожалению, в России очень часто многое заимствуется из Запада, но далеко не самое лучшее. Вот. И в данном случае вот эта вот теория Гербарта, она работала на практике в России, приводила к самым вот, что называется, печальным последствиям. Вот. Причем еще и Гербард, вот это удивительно, он пытался вот это все, да, вот эту вот теорию насилия в процессе управления воспитанием, он еще пытался припудрить это христианство. Вот. Почему? Вот помните, мы говорили с вами о Дестервеке. Дестервек говорил о том, что вот надо как-то вот церковь отдалить от процесса образования. Почему? Ну, потому что, в общем-то, часто вот руководители учебных заведений, теоретики, педагогики, они злоупотребляли. Злоупотребляли вот христианским учением, извращали его, да, и вот в данном случае, ну, какое отношение вот к этим поркам, да, имеет христианское учение о смирении? Да, ну, вообще-то никакого. Христианство здесь вообще ни при чем. Ну, вот Гербард посчитал, что да, вот как раз вот это насилие со стороны учителей по отношению к ученикам в школе, оно оправдано с точки зрения христианского учения о смирении. Ну, это абсолютно неверно. Интересно то, что Гербард считал, что обучение – это неразрывная часть воспитания. В этом, конечно, он был прав. Вот. И в основе обучения, по ему мнению, лежит многосторонний интерес учеников, который следует стимулировать. Вот. А интересы учеников Гербард считал бывают следующие. Это социальные интересы, ну, потому что ученики в школах – это выходцы из разных общественных групп, да, и, соответственно, и интересы у них могут быть, в общем-то, сообразны их социальному статусу. Вот. Интересы учеников могут быть духовными, потому что среди учеников есть немало верующих. Вот. И третья разновидность интересов – это симпатические интересы. То есть, те интересы, которым ученики отдают предпочтение, да, это могут быть интересы, там, не только, там, социальные, духовные, но и интересы будущей профессии, ну, и все, что с этим связано. И вот, по мнению Гербарта, все интересы, они связаны с индивидуальной психологией учеников. То есть, от интересов зависит степень внимания, которую следует подпитывать наглядностью. Ну, мы уже об этом говорили, что интерес вообще – это двигатель познания, да, вот, и все прекрасно знают, хорошо знают по собственному опыту, любой человек, что по каким предметам мы в школе успевали, по тем, которые были нам интересны. Гербард тоже вот на это обращал внимание, и он считал, что вот от интересов зависит степень внимания. И ее следует подпитывать наглядностью, то есть, обучение должно быть наглядным. Обучение, по мнению Гербарта, имеет классификацию, то есть, ступени. Эти ступени таковы – ясность, ассоциация, система и метод. Вот, о чем идет речь? Гербард считал, вполне справедливо, что учитель должен разъяснять материал ясно и понятно, что не должно быть никакого тумана. Вот, этого исключено. То есть, ученикам должно быть все понятно. Второй момент – ассоциация. То есть, ученик должен уметь соотнести вот то, что он сейчас получает от учителя на предмете, с тем, что он уже знает. То есть, в общем-то, очень важно в обучении подтолкнуть ученика к умению пользоваться ассоциативным рядом. Вот. Третий момент – это система. То есть, обучение должно быть систематичным, оно не должно быть хаотичным. То есть, оно должно быть очень таким стройным. Да, то есть, нужно определить цели, задачи и прочее, прочее, прочее. То есть, все это материал подавать в системе. То есть, тезисы, доказательства, выводы, да. И четвертый момент в обучении – очень важный – это метод. Вот. Ну, виды обучения, по мнению Гербарда, таковы. Первое – это обучение описательное, повествовательное. То есть, Гербарда считал, что учитель, он может во время занятий вести монолог. Но этот монолог – это описательное, повествовательное обучение должно быть очень таким ярким. Вот. То есть, по сути дела, учитель должен даже очень такой неинтересный материал подавать интересно. Вот. То есть, по сути дела, это театр одного актера. Это театр одного актера. Вот. И учитель должен уметь рассказать. Второе – обучение аналитическое. Вот. То есть, обучение предполагает анализ, исследование. И учитель должен вводить методами исследовательской работы. Аналитической работы. И, соответственно, обучать этому учеников. И третье – это обучение синтезирования, которое включает в себя и описательное обучение, и аналитическое. И можно вот ими варьировать. И вот этим видом как раз и соответствует метод подачи материала. Герберт обращал внимание на необходимость нравственного воспитания. Ну, это как все педагоги. Потому что очень важно формировать характер человека. И он считал, что нравственное воспитание – это прежде всего развитие добрых чувств учеников. Исходя из морального примера учителя, авторитет которого не приликает, учитель должен поощрять нравственные достоинства учеников. Но вот вопрос. А как это вяжется с его теорией насилия в процессе управления? То есть, тут явные противоречия. Но это вообще характерно для педагогики Герберта. И поэтому к нему до сих пор такое очень неоднозначное отношение у педагогов, как у теоретиков, так и у практиков. Герберт обращал большое внимание на организацию школьного дела. Герберт считал, что нужно создавать три типа учебных заведений для детей. Первое – это школа элементарная, то есть начальная. Вторая школа – это городская, то есть профессиональная школа. И третий тип учебного заведения – это школа общего среднего образования – гимназия. То есть вот такое. В принципе, современное образование в Западной, Восточной Европе примерно соответствует этой модели Герберта. Если подводить некую черту под его деятельностью, то можно обратить внимание на следующее. Что во многом деятельность Герберта определила магистральные пути педагогики 19-го и 20-го веков в Западной Европе. Создав педагогическую теорию авторитарного обучения и воспитания. То есть вот к великому сожалению, мы в школах, да и в высших учебных заведениях довольно часто во многих странах встречаем такой авторитарный подход к обучению и воспитанию. И вот, собственно, одним из создателей этого авторитарного подхода был именно Иоганн Фридрих Герберт. Вот почему педагогические воззрения Герберта очень противоречивы. Продолжение следует...